Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Автомобильное сообщение между регионами в нашей стране не закрыто в условиях пандемии Однако отправляясь в другую область, республику, край или город федерального значения Необходимо изучить информацию об ограничительных мерах Если таковая имеется, размещенную на сайтах органов власти Такую рекомендацию дала ГИБДД Также ведомство советует водителям и пассажирам возить с собой паспорта Справку от работодателя и по возможности справку об отсутствии коронавируса Трасса 101 За беспричинно срабатывающую по ночам автомобильную сигнализацию Хозяев авто будут наказывать соответствующую норму Власти хотят включить в КОАП Предполагается, что в первый раз нарушитель сможет отделаться предупреждением Затем его будут штрафовать О размере взыскания не сообщается Отмечу, что в конце прошлого года были внесены поправки в закон Об административной ответственности в Кировской области Согласно им, неоднократное срабатывание автосигнализации по ночам С десяти вечера до семи утра Стал наказываться штрафом от одной до двух тысяч рублей Либо предупреждением Трасса 101 Тойота собирается отказаться от знаменитых восьмицилиндровых бензиновых двигателей Причиной тому, по всей видимости, является ужесточение экологических норм На смену агрегату придется битурбированная шестерка Правда, некоторых моделей изменения не коснутся Например, это кроссовер Lexus LX следующего поколения Трасса 101 В России начались продажи еще одного китайского кроссовера Чинган CS75FL стоит минимум 1 миллион 340 тысяч рублей Автомобиль получил полностью светодиодную оптику Цифровую приборную панель Мультимедийную систему с большим экраном Двухзонный климат-контроль и так далее Привод в базовой комплектации только передний За полный придется заплатить более 1 миллиона 600 тысяч Мотор бензиновый, 150-ти сильный, объемом 1,8 Трансмиссия, шестиступенчатый автомат Трасса 101 Вы не по своей вине попали в автоаварию И хотите получить от страховой компании Не натуральное возмещение, то есть направление на ремонт А деньги Как это сделать, пояснит руководитель Кировского регионального экспертно-оценочного центра Юрий Чопоров В данном случае страховая компания выплачивает вам определенную сумму Которая рассчитана по единой методике Единая методика в данном случае подразумевает стоимость использования запчастей По стоимости из сайта РСА, Российского союза автостраховщиков И, как правило, этой суммы не хватает на устранение тех повреждений, которые были при ДТП В данном случае со страховой компанией вы вряд ли что-то сможете взыскать Вы можете эту сумму взыскать с виновника непосредственно Разницу между реальным ущербом и той суммой, которая оплатила вам страховая За разъяснениями можете обратиться к нам В Кировский региональный экспертно-оценочный центр Орловской, 52 Телефон 64-5004 Также есть данные все на сайте kiroots.ru На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эха Кирова До свидания Трасса 101 Один Соответственное время Продолжение следует... Кировский региональный эксперт на сайте